Самое потрясающее ощущение, это когда ты даёшь именно столько газу, чтобы заскользили задние колёса, но при этом вся машина не сорвалась в занос, и ты держишь её на самом краю. Прошу прощения, он вернулся из Франции, где провёл один день. Теперь я супер-водитель. Ну так и есть. Прости, Хэмман, но мне понадобилось 10 лет, чтобы научиться дрифтовать. 10! Ну я-то не орангутан, поэтому мне хватило одного дня. Неправда! Правда. Ладно, это всё неважно. Чтобы узнать, действительно ли он бог вождения, мы с Кларксоном организовали для Хэммонда испытания по дрифту. Да, так и было. Мы нашли ему машину, мы нашли ему соперников. В общем, мы предусмотрели всё. И вот эта машина. Когда-то это был Ниссан 200 СХ. Но потом ему поставили 700-сильный V8 объёмом 6,2. И модифицированную рулевую рейку. И теперь он может вот так. Его владелец, парень по имени Стив Багзи в Я-Джоне, сказал, что чтобы подготовиться к состязанию, мне нужно выстроить эти арбузы в ряд на дорожных конусах. Что мы с ними делаем? Можно я положу свои? Они очень тяжёлые. В соревнованиях по дрифтингу есть такие точки клиппинга. Да. Их установят судьи в определённых точках трассы. И тебе нужно проехать максимально близко к ним. Наши точки клиппинга — это арбузы? Да, арбузы. Моей задачей было проехать как можно ближе к арбузам. Не задев их. Нам нужно сконцентрировать взгляд на середине трассы. И направить зад машины как можно ближе к арбузам. Понял. Так, когда будешь готов, начинай. Проклятье! Совершенно не справившись с заданием. Дерьмо. Пора было отправляться на состязание, организованное Кларксоном и Мэем. Они сказали мне явиться сюда, на трассу Рокингем Рейсуэй. Где они организовали для меня и ещё двух дрифтеров какое-то соревнование по дрифтингу. Трасса состояла из традиционных шикан. Дополненных устрашающими точками клиппинга. И Багзи охотно согласился объяснить мне систему подсчёта очков. Дрифтинг – это спорт, где всё решают судьи. И они установили эти точки клиппинга в местах, где хотят видеть машину. Заднюю часть машины или переднюю часть машины. Чем ближе ты к точкам клиппинга, тем больше очков ты получаешь. Но главное – не сбить их. Если царапнёшь их, ты получишь максимальные баллы. Когда я говорю «царапнуть», это значит, что они должны устоять. Если будешь в полуметре от них, получишь высокие баллы. Я также получу баллы за удержание машины в максимально впечатляющем дрифте. Нужно постоянно работать с педалью газа, чтобы поддерживать хороший угол дрифта. И ты должен сам решать, какой держать угол колёс и какой давать ускорение. Эти машины могут двигаться под углом почти 90 градусов. У них огромный угол поворота колёс. Так что можно ехать, даже вывернув руль на максимум. Ясно. То есть я не получу очков за скорость прохождения? Нет, скорость не имеет значения. Важны угол, траектория и насколько сильно ты всех впечатлишь. Значит, нужно выпендриваться перед судьями. В общем, да. Понял. Когда мою машину готовили к главному событию, наконец прибыли соперники, которых нашли мои коллеги. И они были не совсем такими, какими я их представлял.